Итак, дамы и господа, я с удовольствием приветствую на нашем вебинаре эксперта компании Азис Риэлти из Болгарии Дарью Борзову. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп, я надеюсь, меня хорошо слышно. Написано «здравствуйте» и все хорошо, ну, значит, все нормально. Это замечательно. У вас солнце, это значит, вы в Болгарии. У нас солнце, да, мы в Болгарии, и сейчас, надеюсь, наша ферма будет чуть более оптимистичной, чем был бы до этого, я смотрела своего коллегу в Испании. Конечно, печально все, что происходит сейчас в мире, да, и вряд ли какая-то страна вообще выйдет сухой из этой воды, да, у всех это, конечно, застронет, к сожалению, да. Но будем держать, как говорится, оптимистичный настрой, и все это пройдет. Все это пройдет, безусловно. Расскажите нам, пожалуйста, сейчас даже не с точки зрения недвижимости, а с точки зрения быта и жизни. Если я правильно понимаю, вы находитесь сейчас прямо в центре на Солнечном берегу. Ну, если уточнять, то мы находимся рядом с Солнечным берегом, да, у нас это город Несебр, жемчужина местного побережья, находится под охраной ЮНЕСКО. Все еще. Несмотря на коронавирус, находится под охраной ЮНЕСКО, все хорошо. Расскажите, как сейчас... Для этого коронавируса тут нет. Вот, расскажите как раз про это. Чего нет, что есть? Как сейчас организовывается ваш быт, ваша жизнь? Да, смотрите, в Болгарии введен режим ЧАЭС. В принципе, вышел закон, который регулирует все сферы жизнедеятельности. Коротко, это в первую очередь карантин. У нас есть полностью закрытые регионы. Это регион Банск, это наш горнолыжный курорт, самый крупный в Болгарии. У нас ограничено передвижение по стране. Закрытые, получается, некоторые дороги, трассы. Есть запрет, например, в некоторых крупных городах на прогулках, в парках. То есть помимо предписательных мер, да, есть еще и запрещающие. Вот. Нельзя появляться, например, в общественных местах без причины. Потом, что касается непосредственно нашего, да, побережья, в Несево, да, у нас тут до крупного города 20 минут на машине, до Бургаса. У нас, конечно, ограничено количество и общественного транспорта, да, в несколько раз. То есть если раньше автобусы ходили каждые 30 минут, да, сообщение было, то сейчас это всего лишь 6 автобусов в день. Ну, несмотря на все это, в городе установлены специальные стойки с дезинфектантами перед входом в автобусы, ну, вот на автобусных остановках, да, дезинфекцируют улицы целиком над некоторыми регионами, даже над некоторыми регионами. Я буду говорить громче, потому что... А может быть, нет, может быть, не погромче, может быть, просто... Не, на самом деле, слышно нормально, я бы сказал, что, наверное, правильное решение не погромче, а просто, может быть, чуть-чуть подальше от микрофона. Ну, на самом деле, продолжайте нормально, нормально. Окей, хорошо. Что касается дезинфекции, да, то есть некоторые регионы даже распыляют самолеты дезинфектанты, да, то есть каким регионом был Карнабад. Что касается местных, вообще местной просто обычной жизни, да, продуктовые магазины нужно различать, да. Здесь на побережье все, в принципе, есть большой потенциал, да, потому что зимой здесь три коллеги, да, летом здесь до миллиона человек. И, естественно, крупные супермаркеты, у них и большие склады, и, как бы, персонал все готовы к такой резкой перестройке, да, потому что, естественно, поскольку объявили карантин, все побежали закупаться, да, но сейчас в данный момент продуктовые магазины работают, да, полки с продуктами там нет проблем, вход в магазин ограничен, на момент там спускают 20-30 человек, в зависимости от размера помещения, и везде написано, что сохраняется дистанция полтора метра, все в перчатках, все в масках, у всех в руках дезинфектанты, да, переносные. Болгары вообще показали себя как такой очень дисциплинированный народ, да, потому что они сейчас, вот сегодня с утра их генерал, который отвечает за все это ЧС, давал статистику, да, и сравнили Болгарию с королевским Бельгией, да, потому что и Болгары, и Бельгийцы одновременно заявили о первых случаях, да, в первых заразившихся, но тенденции сейчас совершенно разные, да, то есть если на сегодняшний день в Болгарии сфиксировано там по данным 243 случая, да, заразившихся, и только трое умерших, то в Бельгии на сегодняшний день почти 5 тысяч, да, то есть там 4 900. То есть в плане Болгар, то есть здесь, конечно, те мерки, которые принимают государство, граждане эти мерки выполняют, и это очень прям хорошо. Скажите, Дарья, я вообще не хотел, вот вы сказали, что Банска закрыт, как технически, то есть туда ни въехать, ни выехать, то есть и туризма никакого понятного, ну туризма нигде сейчас нет. Абсолютно точно, невозможно въехать, выехать из региона, все обязаны сидеть там, доставка продуктов осуществляется по двум трассам, если я правильно помню, могут доставлять только, соответственно, продукты и вывозить там какие-то там технические тоже вещи, то есть люди не выезжают и не заезжают в Банска без каких-либо причин, в Банска могут вернуться только те, у кого есть регистрация местного, то есть они местные жители, иных не пускают, да, и в принципе вообще в Болгарии, да, Болгария закрыла свои границы для граждан других государств, сейчас в Болгарию могут вернуться только граждане Болгарии, те, кто, иностранцы, которые обладают статусами ПМЖ и ДВЖ, то есть постоянные длительные места жительства, да, разрешения, остальные, к сожалению, Болгарию сейчас не пропускают, и официально у нас карантин продлится пока до 13 апреля, чтобы дальше никто не спрашивал. Непонятно, ну у нас на самом деле есть там и обратная сторона, даже если бы пускали из России, из Украины, сейчас просто, ну, вылететь невозможно, так что, в общем, это такая история двухграничная, да, к сожалению, ну, что значит к сожалению, как есть, так живем. Скажите, если мы говорим о рынке недвижимости, как он сейчас, он умер совсем, он замер, он затихарился, или что-то все-таки на нем происходит, и вообще, что теоретически может происходить? Я неспроста улыбаюсь, на самом деле, потому что, в принципе, у нас, слава богу, нотариусы не ушли на каникулы, нотариусы, кто основные у нас видели, сделки работают, они, вышло официальное предписание, да, то есть на 50 тысяч человек один нотариус дежурный есть. Ну, вот, мы и вправе делать сделки, заканчивать сделки, которые были начты, мы, банки работают, мы можем брать иппозиты, соответственно, и подготавливать, там, какие-то предварительные договоры, если мы говорим с первичными, да, рынками недвижимости. Что касается, забегу вперед, да, сейчас, конечно, нас просели покупатели болгары, да, потому что мы работаем не только с внешними покупателями из других стран, мы работаем и на внутреннем рынке, да, и, в связи с того, что карантин объявлен, да, болгары не могут переехать, там, из Софии на побережье, посмотреть недвижимость, купить, да, что касается болгар, вот они у нас прям вот совсем иссякли, то есть у нас нет у них входящих обращений, ничего. Что касается иностранцев, да, так как у нас все это дело работает, да, то мы спокойно можем онлайн и продать, да, квартиру, и онлайн, и купить квартиру. То есть, по большому счету, ну, как бы удаленно интернет-жизнь спасает, как в нашем с вами случае последние, там, 8 минут, так и в случае совершения сделки все, в принципе, возможно. Абсолютно точно. У нас вот вчера, да, я мы с вами разговаривали, да, я бы говорила, что у нас вчера конкретно была сделка, мы закрывали окончательно, у нас было подписание у нотариуса, переход права собственности, я конкретно представляла интересы продавца, а адвокат представлял интересы покупателя. Произошло все очень быстро, нотариус все подписал, и... Правильно, но такой момент, это же означает, что заранее, еще до того, как, ну, это неприятность случилась, нужно было провести некие процедуры, в каком случае это можно сделать, что, как это все работает? Да, в данном случае, мы, в принципе, так и реализировали всех, кто должны были приезжать в конце марта, в начале апреля, да, то есть были подготовлены пакеты документов, которые наши клиенты сходили, подписали в консульство или к нотариусам местным, да, в своих странах, где они находятся, и отправили нам, курьерская почта работает до сих пор, ну, без проблем, да, мы получаем эти документы. Сделали документы, отправили по почте, они распечатали, пришли в консульство, консул расписался, все, да, отправили нам. Здесь, как говорится, для того, чтобы продать, там, недвижимость, там, если есть, грубо говоря, то продать, да, дистанционно, без каких-либо проблем, да, то есть вы звонили, дали контакты здесь, кто может открыть, да, потому что даже... Вы отмените, да, это я вас, вы отвечаете на мой вопрос, я потом вам его задам. Хорошо, добро. Я потеряла. В общем, чтобы продать квартиру, это без проблем, да, то есть люди, значит, сейчас звонят продавцы, там, из других стран, да, которые, на неграждане Балдаре, собственники, звонят, мы, соответственно, связаны с управляющими компаниями, нам открывают эти квартиры, мы делаем оценку, вставляем рекламу и получаем, там, запросы от покупателей, так же иностранцев, да, на эти квартиры, и купить и продать можно, да, здесь вопрос технический, чтобы это все, весь объем здесь есть и обработать, потому что у нас, как бы, да, пошел рост вот этих выходящих от иностранцев, кто успел купить, там, если мы говорим про Россию, Украину, Пазахстан, кто успел купить евро, да, и евро хотят вложить быстро, потому что Болгария, в принципе, это недорогое направление, и с точки зрения скорости жизни, просто продуктов и отдыха, и с точки зрения недвижимости, да, и Болгария, как бы, была такая, останется таким, хорошим направлением, те, кто хочет недорогую дачу на море, да, потому что, опять-таки, Болгария дешевле, там, чем рядом, экстрам, да. Понятно. Смотрите, важный вопрос вот от Антона, я его, наверное, немножко переформулирую. Антон, если я сформулирую как-то неправильно и что-то нужно будет уточнить, вы напишите, пожалуйста, еще, зададим более точно, и потом зададим этот вопрос, конечно, и другим участникам наших вебинаров. Дарья, значит, ситуация следующая. Понятно, что сейчас многие структуры работают в условиях этого форс-мажора, иногда юридического, иногда, ну, просто чисто технического. Предположим, сделка находится на какой-то стадии, предположим, там, внесен задаток, предположим, есть договор на ипотеку. Вот в нынешних условиях, по вашей информации, сделки замедляются, сделки просто откладываются, и не происходит ли там контакт с банками, как осуществляется, не происходит ли какого-то сбоя на этой стадии, и нет ли здесь каких-то особых рисков? Нет, здесь как-то все более-менее спокойно, но здесь надо понимать, что иностранцам кредиты выдают вообще очень сложно, да, и большинство иностранцев пользуются кредитами, которые выдают строители-застройщики, да, то есть не используют банковские инструменты. С точки зрения застройщиков, здесь, конечно, проблем нет, все, ничто не откладывается, все делается в срок, согласно договору по рассроченному платежу застройщикам, да, что касается банковских кредитов, ну, по болгарам, потому что у нас банковские кредиты берут только болгары, да, то есть опять-таки иностранцы, ну, это крайне редкий случай, да, не буду вдаваться в подробности, почему берут, ну, всегда смотрят на ставку, да, для болгар 2-3-4 процента, для иностранцев это 7-8, да, поэтому не ходят в банковские, неинтересно. Да, берут беспроцентно у застройщиков, поэтому ответ нет, никак это дело не стопорится, да, застройщики все работают, застройщики все на связи, так же удаленно, да, то есть они, грубо говоря, офисы распустили, закрыли, да, но для всех есть доступ, у всех есть онлайн-банки и проверяют там вступление новых платежей, без проблем. У нотариуса, если мы говорим про законную ипотеку, которую вписывает нотариус, да, то также это обычное нотариальное делопроизводство, нотариус получает документы по электронной почте, проверяют, сверяют все данные заранее и прям в назначенное время вместо, там, например, в 13-15, приходят все участники, соответственно, сделки, да, расписываются и уходят, да, то есть все проверку документов нотариус начал осуществлять дистанционно. Хорошо, скажите, пожалуйста, если мы говорим про работу агентства, работу вашего агентства, как сейчас осуществляется, ну, какая-то деятельность, то есть есть какие-то просмотры или в этом смысле все-таки, ну, люди опасаются что-то делать, в общем, никуда не едут. И, опять же, в продолжение, вы же сказали, значит, болгары нет, а кто тогда есть? Те, там, граждане других стран, которые не пожелали уехать из Болгарии, остались? Не совсем, дистанционщики. Те, кто находится сейчас в других странах, это, опять-таки, там, русскоговорящие и российские страны постсоветского пространства, да, это русскоговорящие израиль, США, Канада и, там, Германия, да, например, то есть все они имеют связь дистанционно и брокеры что делают, да, то есть, это, например, клиент говорит, что, там, вот эти все объекты я рассматриваю для того, чтобы нести депозит. Брокер едет на место, по видеосвязи все это дело открывает квартиру, ну, соответственно, там, маски, перчатки, дезинфектанты, там, ключа, да, то есть открывается, показывается, и клиент на основе вот этого видео, там, звонка 10-15 минут, да, принимает решение, то есть люди, как бы, хотят сохранить свои деньги и дистанционно вот так вот просматривать не вижу. У нас показы есть, но они физически их делает один человек, который находится дома на диване. Диванные продажи, тоже интересно. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то реакция со стороны продавцов? Я сейчас имею в виду не застройщиков, ну, хотя и застройщиков тоже, но и частных лиц. Вот первая реакция, вроде как, начинается горячий сезон, начинается время продаж, они сейчас, то есть, наверняка, кто-то рассчитывал, что он будет продавать в то время, когда погорячее. Сейчас, вроде как, что ни говори, а количество запросов, мы это у себя видим, оно там снизилось, там, ну, там, не в пять раз, даже не в три, но оно снизилось. И тут, ну, что делать? Понятно, люди так немножко подзажались, а тем более практических запросов вообще трудно сказать, что с ними происходит. Вот вы как это себе видите? Может, имеется мысль сейчас побольше торговаться? Что говорят сами продавцы? Ну, смотрите, продавцы ведут себя, несколько сценариев у них есть. Это то, что мы выявили, потому что мы сейчас активно актуализируем продавцов, да, наше агентство. И первое, есть те, которые сразу снижают цену в евро, да, потому что рубль подскочил, ну, там, евро подскочил, если мне сложно. Ну, понятно. Вот. И рубль не подскакивал, рубль отскакивал, так сказать. Падает, рубль падает. У нас нет слова подскакивала. Да, нам евро падает, да, и то есть это первое, что, на самом деле, очень интересный тренд, да, то есть те, кто русские продавцы, да, у них падает цена в евро, да, допустим, немецкие русскоговорящие покупатели, они сразу на это реагируют очень хорошо, да, то есть они прям радуются этому поводу. Это первый сценарий, когда русские продавцы опускают цену. Именно, ну, скажем, россияне, поскольку нам в рублях они все равно сейчас получат много больше, чем там несколько дней назад, ну, и, соответственно, такая радость. Ну, устраивает и меньшая цена, да? Да, то есть цены в этом плане, они принижают. Да, то есть если покупатели у нас рублевые, да, то они как бы ничего не теряют, для них это те же самые рубли, да, а если у нас покупатели евромыслущие, да, то для них это, конечно, супер-мега выгодно, да, то есть получить с дисконтом квартиру, вот, что касается продавцов второго сценария, да, то это такие более интересная, наверное, категория людей, у кого недвижимость где-то стоит больше 100 тысяч евро, да, они говорят следующее, а вот не приостановить ли нам вообще продажу до того момента, когда рубль будет 100 или 130, вот, есть такие, которые просто так в небольшом смысле не приостановить ли нам продажу, вот, но в принципе фонтанция спокойная, люди как бы, они все говорят, ну, продавайте, если есть запросы, продавайте, то есть как бы, не могу сказать, что хотят меньше денег, да, или хотят больше денег, просто за счет курса есть возможность сформироваться тем, кто в свое время будет в евро и обладает в евро, да. Вы так жизнерадостно сказали про рубль за 100, потому что жизнерадостно сказали про рубль за 130, я не знаю, там, у нас, да, 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 у меня-то точно ёкнуло, но, ладно, надеюсь, что все-таки до такого, все будет хорошо, безусловно, 130 тоже цифра, в общем, надеюсь, совсем уже до этого не дойдет. Смотрите, такой вопрос, ну, вот, если вернуться на ситуацию, там, двух-трехмесячной давности и вообще ситуация прошлого года и почти последних лет, в Болгарии ведь очень активно начал развиваться рынок именно внутренний, болгары стали покупать активно, выросли цены сильно в Софии, в Пловдиве, выросли цены на побережье, там, в Варне, в Бургасе, но это не та недвижимость, которая в нашем случае, ну, может, считаться курортной, да, то есть вот курортная росла не так заметно. Вот, соответственно, несколько слов об этом и вот, ну, в связи с этим, ведь по-прежнему есть предложения, да, они вынуждены очень часто, там, студия за 15 и чуть меньше, однушка за 20 тысяч евро и чуть меньше, вот, ваше ощущение, ваш прогноз, как все это может происходить и на что сейчас рассчитывать? Покупателю, покупателю. Покупателю, для покупателей, ну, что касается, допустим, недвижимости в крупных городах, да, она, ну, на мой взгляд даже в Софии, она, ну, скажем так, не обоснованно росла, да, то есть стоимость квадратного метра, там прям такой, там, был бум, который был в свое время здесь на солнечном берегу, да, там, 4-5, там, 6-8 лет тому назад, ну, вот, этот бум он перешел в Софию, да, сейчас в Софии все застоприлось, естественно, потому что неизвестно, что будет дальше. На побережье, что у нас делается, это последние два года, да, рынок вот этой вот курортной недвижимости, когда владелец у нас иностранцы, он чуть-чуть начал расти, но не так резко и сильно, как в Софии, Пловде и вот в других городах. То есть мы, у нас есть такой, ну, большой график вверх, да, и в нашем случае он не будет так резко падать, как в случае с Софией, с Пловдиной, там, огромное количество сейчас строек, да, потому что большинство строителей с побережья переехали в Софию и начали строить там крупные объекты, крупные комплексы, да, то есть здесь на побережье мало сейчас, первички. Ну вот, здесь как бы вряд ли куда-то что-то ниже будет падать, да, потому что в свое время дно было достигнуто, да, и вот этот вот такой мягкий взлет за два года, да, такой прям по чуть-чуть, он говорит о своей стабильности, вот, а что касается, конечно, квартир в крупных городах, то здесь, наверное, скорее всего будет падать, к сожалению, и будет опустаться к своему, к своей адекватности, да, потому что сейчас ему, как бы, на самом деле, оцены в Софии, и в Кловдии, они просто немножко такие, если они не падают. Ну, понятно, попадать это там, это там 5, 7, 10 процентов или цифра побольше, ваше ощущение, да? Да, 10 по-любому, 10 процентов точно. Ну, перед тем, как мы перейдем уже там в завершающей части нашей с Дарьей беседы, я попрошу в чат опубликовать контакты с компанией Дарьи, Оазис Риэлти, ежели у вас будет какой-то вопрос, вы захотите связаться с Дарьей уже не в рамках нашего вебинара отдельно, пожалуйста, вот телефон, вот электронная почта на портале Preon.ru с карточкой компании, там все тоже контакты есть, если какие-то вопросы Дарьи, вот самое-самое время их сейчас задавать, еще несколько слов, что у вас сейчас происходит со строительством, причем я сейчас говорю и вот в рамках ближайших, последнего месяца и нынешнего, и какова вообще, ну, позиции болгарских застройщиков. Опять же, у меня сложилось впечатление, что после вот этого бума начала 2000-х и жесткого отрезвления 2008-го года застройщики до конца в себя не пришли, и все-таки вот такой активности и интенсивности на том же Солнечном берегу, которая была там 10-12 лет назад, ее до сих пор нет. Ну, скажем, да, было, наверное, таких две волны, это первая действительно в 2000-х, когда у нас в марте выступали англичане, вторая волна, это было, наверное, где-то после 2008-2010 год, до 2015-го, наверное, примерно, 2016-го, когда активно скупали русские, прям, настолько, что там, ну, прям, очень много. Не буду к революции проходить. Вот, а сейчас застройщики есть, они строят более рационально, стройки даже на сегодня они работают, да, то есть даже застройщики не ушли на карантин, те проекты, которые были начаты, они работают, а те проекты, которые намечены там на осень, например, мы тоже сейчас, ну, потому что мы продаем то, что в проектах, да, еще у нас есть ряд таких застройщиков надежных, с которыми мы работаем уже не первый год, да, то мы знаем точно, на свою ситуацию мы знаем, да, они также говорят, что да, осенью мы начинаем наши новые проекты, без каких-то отложений, там, на потом, и все считают, что все это дело закончится, и в побережье Болгарии оно имеет много преимуществ, да, на Болгарском побережье клиент всегда найдется, да, и цена об этом говорит, и там, качество строительства, которые сейчас уже строят, ну, вот, застройщики довольно-таки оптимистично настроены, да, это невозможно сказать, у застройщиков такие, да, они прям в напряжении все находятся, а наши местные на берегу очень спокойно к всему этому относятся, пьют свою кофе по утрам и радостно улыбаются и говорят, да, и это пройдет. Скажите, а вот что сейчас строят, то есть вот была все-таки эта тенденция, ну, а-ля гостиницы, да, вот апарт-отели, закрытые комплексы, самого разного уровня, то есть были там бюджетные на 4-й и 5-й линии в том же Солнечном берегу, да, были варианты и подороже, были VIP-объекты, что, по мнению застройщиков, сейчас будет пользоваться спросом, то есть что они строят, вот наверняка же какие-то исследования проводили. Как ни странно, сейчас строятся два направления, это хороший эконом-класс, ну, хороший эконом-класс в болгарском понимании, это небольшой дом, 2-3 подъезда, 150 квартир, бассейн, закрытая территория, озеленение, да, лифты, то есть мы говорим, вот такой вот эконом-класс и люкс, и строится прям такой люкс тяжелый, мощный, первая линия с панорамным видом на море, с отделкой там изоникса, мрамора и прочего, такое прям дорогое, красивое, среднего очень мало, в среднем сегментах практически нет. Если мы говорим о ценах, недорого и вот VIP, ну, за квадратный метр, какие примерно параметры? Недорого, это где-то вот 550 евро квадрат до 700, это недорого, это вот хороший эконом-класс, а что касается люкса, там идет от 1300 и до 2200 евро за квадратный метр, это прям такой там. Ну, уже в завершении, следующий вопрос у меня, может быть, то, с чего мы уже начинали, просто мы не очень много с вами об этом поговорили, вот реально, прям прямой вопрос, не скромный вопрос в лоб, вот закончится сейчас наш вебинар, вы пойдете на улицу, в магазин, вот что вы будете делать? Нет, у меня работы сегодня очень много, мне нужно проконтролировать тех наших менеджеров, которые работают с дистанционными клиентами, потому что, опять-таки, у нас есть обращение, да, то есть там всех нужно держать на пульсе. Что вы делаете сейчас с ними? Ну, вы им показать можете только фотографии, да, то есть вы делаете какую-то техническую работу в основном? Ну, это постоянная консультация, да, то есть у нас есть отдельный отдел, который занимается именно дистанционными клиентами, да, и они производят там с утра до вечера, девочки прям звонят, пишут, отправляют предложения, письма, там, у нас сейчас несколько клиентов каких-то на горячести, да, мы их выделили, теплые горячие, потому что им, они уже сказали, они определились на домах, это первичка, да, и мы должны им прислать конкретные там депозитные листы по определенным вот это, 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 да, плюс отдельная история это с продавцами, у нас сейчас идет большая верификация на вот продавцов, да, актуализация цены в условиях вот этого кризиса будут снижать, они не будут снижать цены, да, и второй наш отдел, который занимается именно продавцами и брокерами с продажами, это опять-таки огромное количество звонков, где они делают это 15-20, да, для того, чтобы вот эту вот базу нашей вторички, ну, убежать в актуальном состоянии, потому что мы прям, ну, мы гордимся тем, что объявления, грубо говоря, на нашей странице в Преан, они все актуальны, там практически, ну, актуализация происходит максимум с опозданием 2-3 дня, да, когда что-то там удалось продать, да, и там брокер не убрал, да, мы говорим о том, что в нашей странице, да, все объявления актуальны. Ну, то есть, все равно вы можете ожидать, то есть вы ожидаете то, что вы, еще раз повторить, такую важную, наверное, и для наших зрителей мысль, что то, что вы сейчас будете обзванивать, ну, и активно обзваниваете потенциальных продавцов, есть косвенное свидетельство того, что вы ожидаете уже прямо сейчас некоего снижения цен, может быть, не в связи вот с этой вирусной напастью, но в связи с изменениями курса в том числе. Абсолютно точно. Да, продавцы именно вот в этом с точки зрения, а покупатели просто, те, у кого есть деньги, да, мы не говорим тех, у кого есть желание приобрести недвижимость в Болгарии, а у тех, у кого есть возможность, они эту возможность не упускают, им свои деньги надо куда-то вложить, они боятся, что деньги исчезнут, там, испарятся, там, введенные там налоги даже президентом России, да, о том, что свыше там миллиона рублей вклады в банки, у вас там будет новый налог, да. Ну, там сейчас разбираются, там есть некие нюансы, надо проверить, я вот не вникал. Звучит очень страшно, да, и, конечно, там, за миллион можно купить здесь, там, студию, там, небольшую, да, такого, там, среднего, там, или эконом-класса, если мы говорим первичка, вторичка, и спокойно себе, как бы, в твердых активах держать свои деньги, да, и потом продать, там, через 20 год. Окей, далее, ну, и тогда вопрос, значит, уже сейчас, через 30 секунд я попрошу вас тут просто некое резюме, да, вот рассказать, вот, какое-то слово нашим зрителям, которых стало еще больше, что очень приятно, из доброй солнечной Болгарии, надеюсь, скажете, что это оптимистичное, а своих коллег я попрошу пока, а нет, ничего своих коллег пока просить не буду, говорите, и тогда переходим с вами в режим оффлайн. Хорошо, в принципе, я хочу поблагодарить всех за внимание, за то, что нас пригласили поучаствовать в данном вебинаре, да, это очень интересный опыт для нас, вот, все это пройдет, коронавирус, к сожалению, реальность, да, и здесь в Болгарии это ощущается, не так явно, но ощущается все эти мерки, которые государство принимает, но все это дело закончится, да, море останется морем, недвижимость за границей останется все так же желанно и ликвидно для своих и покупателей и продавцов, и что здесь можно сказать, просто выбирайте свою страну, да, я имею в виду покупатели, да, выбирайте свою страну, где вам бы хотелось, где вы себя представляете более комфортно, пускай это будет там Испания, не важно, Черногория, Болгария, для каждого человека есть своя комфортная страна, я желаю вам найти именно такую, свою комфортную страну и свою идеальную дачу на море. Сразу поговорочка, да, то есть, условно говоря, Париж не подойдет, да, потому что там море-то, море-то нет, Париж, Париж-то не подойдет, потому что там моря нет, да, вы сказали, на море надо, на море. Есть где Вильтры, Виль и прочие провинции, где прекрасные недели. Хорошо, найдем страну, где море есть, но тяжело. Я, кстати, недавно узнал, совершенно сейчас не по теме, ну просто не могу удержаться, похвастаться тем, что Википедию иногда читаю. Уникальность Узбекистана. Это единственная страна в мире, Узбекистан, по-моему, то ли Люксембург, то ли Лихтенштейн, единственная страна в мире, которая не граничит ни с одной страной, у которой есть выход к морю. Представляете себе? Вот можете потом проверить, кто хочет, может посмотреть карту, но, разумеется, после завершения наших вебинаров. Итак, Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом и огромное спасибо Дарья Борзова, компания Азиас Риэлти, прямо с солнечного берега. Мы с вами, господа, еще не расстаемся. Дарья, спасибо большое, отпускаю к вашим клиентам.